Так, сегодня тема это мета-классы в C++. Как вратце, это сейчас такой пропозал, который был предложен Herberus Saturn, думаю, те, которые смотрят C++ Talk, знают этого чувака, он довольно популярный. И пока есть такая реализация в онлайн-компиляторе и есть форк от CELANG, которому потихоньку идет развитие данного пропозала. Вкратце, что это такое. Вот, например, рассмотрим типичный интерфейс, с которым есть у нас несколько виртуальных функций, есть виртуальный деструктор, это типичный интерфейс. И вот хотелось бы, чтобы, как в других языках, написать одно кучево-слово интерфейс и каждый раз не писать виртуал, виртуал, они чисто виртуальные, потом нужно не забыть добавить виртуальный конструктор и так далее, чтобы было чуть-чуть попроще. И вот что такое интерфейс, это как раз мета-класс. Сейчас рассмотрим, как он описывается. Есть такое ключевое слово класс и вот такой вот символ. мы его вот так объявляем начало мета-класса и здесь указываем, что это все будет выполняться во время компиляции. compile-requires, это ключевое слово. Что это позволяет? Это вызов функций и здесь идет condition, то есть мы в этого мета-класса вызываем метод, даем нам все методы, все переменные и типа проверяем, чтобы в интерфейсе не было никаких переменных. Потом идет, проходимся по всем функциям, как раз предлагает еще типа идет for и троеточие и проверяем каждую функцию. Я думаю будет много наглядней, если открыть это все в компиляторе. одну секундочку, думаю намного наглядней будет. Мы делаем, чтобы каждая функция была public, на всякий случай проверяем, чтобы каждая функция была public и чтобы она была чисто виртуальная. виртуальная. Ну и добавляем виртуальный деструктор. И вместо теперь класса включим интерфейс и не паримся, чтобы каждая функция была виртуальная. Вот пример от наследника, это работает как обычный класс. Ну и вот пример, как это все компилиться, вызывается, все без проблем. Вопросы поэтому есть? А если есть какие-то вопросы, можно время презентации задавать. Ну вот мы сейчас рассмотрим более проще, самый простой вариант. У нас есть переменная. и как получить название переменной. Мы пишем знак доллара и это означает, что мы работаем с метаклассом. и есть такой. И можно в метакласс вызывать name и выведем название функции. Есть еще очень такой пример. Я думаю, каждый когда-нибудь сталкивался, что нужно получить имя Enuma либо как-то их сконвертировать. Сейчас открою это в онлайн-компуляторе, чтобы было много наглядней. Задаем вот такой, ну в общем, выбираем Enuma. У него есть три элемента и у нас есть метод toString. Провираем, чтобы это было все Enuma. И вызываем тоже такую функцию forEach из мета. Чтобы это все работало, нужно вот эти два файла подключить. Но это только текущая реализация данного компилятора. Поэтому есть такие особенности. И в нем есть forEach. Указываем, что мы работаем с метаклассом. И вызываем метод, чтобы получить все члены этого класса. Потом мы создаем функтор, который будет как раз в каждого члена спрашивать. Если это конкретные значения, то возвращаем имя. И если открыть код, который скомпилился, то вот как раз вот эти все строки. И если рассмотреть скомпилированный код. Например, возьмем вот такую строку. Посмотрим, как это вызывается. То она вызывается как inline. То есть это все разворачивается во время компиляции и поставляется только строка. Смотрим следующий пример. Если, например, хотим вывести все функции или все переменные, которые есть в классе. Например, у нас есть какая-то структура. Сейчас откроем. Обожаем какую-то структуру. И у нас есть в этой структуре определенные функции. Есть статические функции. Есть членный класс. Есть статические. Там private, protected и так далее. Вызываем вот этот for. Эти трое точки указывают, что это во время компиляции будет. Указываем, что мы работаем уже с метаданными. И проверяем. Эта вся функция как раз является в этом хедере. И указываем, что это во время компиляции. И выводим имя переменной либо имя функции. Если посмотреть, как это скомпилиться. А! Тут особенность вот этого онлайн-компилятора, что он не выполняет. Поэтому, к сожалению, можно вот так посмотреть, что скомпилиться. он как раз поставляет вот эти все строки. Если, например, я возьму вот эту строку и как он используется. Вот это все как раз идет inline. То есть, компилятор как раз поставит вот эти все out и этими именами. Теперь возникает вопрос. Это все многие генерируют. А как понять, что оно сгенерировано? Либо как это все продобажить? Есть очень хороший такой метод. Называется Debug. Который является... Сейчас. Открою ссылочку. Да. Ладно, что-то ссылка сейчас не открывается. Ну, на примеры предыдущего примера. Рассмотрим. Что вот этот метод делает? Когда во время компиляции он как раз выводит то, что сгенерируется для вот этого класса. То есть, если самым первым примером у нас был... Мы описали метод класс интерфейс, который делает все функции public, все функции виртуальные. Он создает виртуальный деструктор. То как раз с помощью вот этого метода Debug можно посмотреть в output компилятора, что он сгенерирует. То есть, вот это все идет не во время выполнения, а во время компиляции. То есть, это хотя бы позволяет понять, правильно изгенерирует компилятор или нет. Как посмотреть, где это все реализовано или какие вообще есть методы, что можно вызвать для функций, что можно вызвать для класса и так далее. Есть форк для C-Lang. И там как раз описываются и примеры, и вот эти все хейдеры. Сейчас попробую открыть ссылку. О, открылось. То есть, как раз вот эти два хейдера, про которых я говорил. То есть, например, если в предыдущем примере я показывал Debug. Тут есть в компиляторе еще три метода. Типа Error, который выводит код ошибки во время компиляции. Require, который проверяет condition и выводит ошибку. И вот этот Debug, который как раз дампит тот объект, который выводится, который можно вывести во время компиляции. И если открыть метод, ну, я думаю, будет намного удобнее, если открыть какую-то IDE. Тут как раз идет описание всех методов, которые может быть для класса. Возьмем, например, function type. Ну, вот идет, например, описание методов, который может быть для функций. можно там проверить это Final, Virtual. Вот у нас есть метод, то есть кому будет более интересно, как раз можно открыть, посмотреть более детально этот хедер, посмотреть реализацию, как это все реализовано. Но, напоминаю, это пока реализовано только для кланга, так как это потихоньку проползал и для чего это как это в дальнейшем будет повлиять на C++. Я думаю, все прекрасно знают, что в Qt библиотеку есть свой компилятор, который генерирует вспомогательные C++, есть определенные там макросы, которые позволяют и в дальнейшем есть надежда, что в это все уберется и будет чистый C++ без всяких дополнительных компиляторов, макросов и так далее. Соответственно, для видно Rt, то же самое, что мы сможем с одним C++ это все описать и вот, например, вот это все, не знаю, с попагательным можно будет это все убрать и как раз написать вот эти все метаклассы на чистом C++. Если, например, осмотреть обычный объект в Qt, мы указываем вот эти QObject, там сигналы, слоты, там какие-то макросы. Теперь можно будет просто указать, что это Qt класс, что это property, что это сигналы, слоты, с помощью метаклассов и компилятор сам это все сгенерирует, что там нужные методы, нужные атрибуты, там от нужного объекта наследуются. И если... Я вот этот слайд вставил, потому что был очень такой интересный доклад и показывал, как взяли класс C-Sharp и просто взяли и ставили C++. Но я думаю, это будет вряд ли будет это идти в сторону поддержки других языков, но довольно очень так перспективно выглядит. Где это можно посмотреть и почитать. Ну, первое, это Proposal сам. Второе, это видео, человек, который как раз предлагал этот Proposal. И второе видео, это он описывал, какие изменения у этого Proposal есть три версии, и как раз там довольно в третьей версии есть были небольшие изменения. Но пока те изменения не поддерживаются онлайн-оператом, то есть если их пощупать, я пока не рассматривал, но кому интересно, может будет тоже посмотреть. И сама как раз реализация, которая только еще показывал, кому будет более детально, будет рассмотреть. Ну, еще можно... Сейчас. Когда пользоваться, если пробовать какие-то примеры на онлайн-компиляторы, то нужно учитывать, что как раз были вот эти две версии, которые были в 2007 и 2008 году. Там были небольшие изменения, но так как это все идет в процессе разработки, нести примеры и с Proposal могут работать. Поэтому я рассмотрел такие базовые элементы, которые можно будет попробовать. Ну, в принципе, у меня все. У кого есть какие-то вопросы... Как по мне, это довольно перспективная вещь, позволяет им очень уметь из всяких макросов как-то с код более читабельным. И генерировать нужные классы, методы. Если, например, сравнить 5 объект, он намного читабельным выглядит. Когда срабатывает compiler error, на какую строку указывает будет ошибка компилятора? И можно как-то это, чтобы ошибка указывала конкретный объект. Сейчас, если вернуться к этому примеру, то сейчас она указывает вот как раз на... если вот так вот откроют, будет намного нагляднее, то сейчас Саша будет указывать на вот эту строку. Но в Proposal как раз предлагается, что использовать... Можно будет использовать source pointer какого-то объекта. И можно будет указывать как третий параметр этого объекта, этой функции, сам объект. И как раз ошибка будет генерироваться на тот объект. А можно же получить из метаданных номер строки, название файла, еще какую-то дополнительную информацию применительно к строке, где кода, ну, папка, где находятся файлы, или там короткий путь, полный путь. Ну, насколько знаю, имя файла это не зав получить, но как раз в Proposal где там будет, может будет получить source, предлагается source pointer этого объекта. Я думаю, там можно будет получить строку. Но так как это все процесс разработки, то не все еще реализовано. У кого-то еще есть какие-то вопросы? А еще вот, скажем, перегруженные методы, когда будут, там это корректно проверяется, что метод перегруженный и, соответственно, ошибка будет выдаваться, что он неопределен в наследнике. Если у нас есть, правильно понял вопрос, если есть база классная, есть фиртайна функция и типа, с отчаянием это она перегружена, не перегружена? Ну да, то есть там несколько у нас функций с одними и тем же именем, но с разными параметрами. Я вот этого не проверял, но я думаю, можно пройти по вот этому хедеру. Посмотрите, есть такой метод. Я думаю, можно будет в классе спросить, а он перегружен, перегружен? Там поставить какие-то, если он не перегружен, какие-то нет. Хорошо, спасибо. Ну, еще можно генерировать всякие классы во время компиляции, с помощью compile-debug как раз ввести в консоль. Ну, например, у меня на прочем проекте там очень активно использовали enum и довольно вставляли макросы, то вот эта генерация кода очень сильно бы укратила всякие макросы, намного было проще, то есть он понимает, что у нас генерировалось. Ну, это по науке укратило source код, но при этом все равно исходный код приложения остался не меньше, а то может и больше. Ну да, но просто когда куча макросов, это довольно проблематично понять, как у нас генерировалось. Но я смотрел доклады ребята, которые из Qt, то они тоже надеются, что это поскорее примется как стандарт и они это все уберут и будет генерироваться обычным компилятором. в принципе у меня все. Ну, вот. Вот. Продолжение следует...